В 2011 появились заметки про изобретение ученого Андрея Росси, который смог получить избыточную энергию ядерных реакций в небольшом опытном приборе. Не энергию деления ядер, как в современных атомных электростанциях, а синтеза и преобразования. По сути, холодный или низкотемпературный ядерный синтез. Установку он назвал ECATS, от английского Energy Catalyzer. Конструкция реактора проста. В керамическую трубку помещается 1 грамм порошка никеля и 1 грамм алюмогидрита лития. Трубка герметизируется и нагревается нагревательным элементом, нехромовой нитью, намотанной вокруг трубки. При замерах сделанными учеными выяснилось, что за несколько суток работы прибора есть значительный избыток тепловой энергии. То есть реактор потребил меньше, а отдал больше. После опубликования информации об этом реакторе, его принцип работы проверяли не раз и российские ученые. Впервые это было сделано в 2014 году, и они получали все тот же эффект – избыточное тепло. Александр Григорьевич Пархомов из МГУ делал несколько докладов и публикаций на эту тему. Итог этих исследований – без топлива температура трубки 1200 градусов достигается при мощности около 1070 Вт. При наличии топлива 630 мг никеля плюс 60 мг алюмогидрида лития такая температура достигается при мощности всего 330 Вт – одна треть. Таким образом, реактор вырабатывает около 700 Вт избыточной мощности. Как видно из таблицы, соотношение потраченной энергии к полученной слишком высока, чтобы все списывать на погрешности или ошибки в замерах. Тем более, что это делали не единожды. Повышенного радиационного излучения выше фонового в ходе экспериментов замечено не было. Это говорит о том, что это не реакция деления ядер. Какая же теоретическая основа в этих опытах, откуда берется избыточная энергия. Вначале предполагалось, что при нагревании выделяется свободный водород и он за счет туннельных эффектов проникает в ядро никеля и получается медь с выделением энергии. Но уже позже пришли к другим ядерным превращениям. В ходе анализа изотопов топлива до и после реакции было замечено, что доля литий-7 уменьшается, а литий-6 возрастает. Сделали предположение, что образуется бериллий-8, который распадается с излучением альфа-частиц. Это и порождает излишнюю энергию. Никель выступает лишь как катализатор реакции. Как же объяснить генерацию столь большого количества энергии от одного грамма топлива порошка? В интервью Андреа Росси было заявлено «Моя теория заключается в том, что протон из атома водорода входит в квантовом туннельным эффектом в ядро литий-7», то есть ядро лития с атомным весом 7, образуя ядро бериллий-8, который затем распадается в течение нескольких секунд на две альфа-частицы ядра гелия, что сопровождается выходом значительного количества ядерной энергии. Но проблема в том, что при этом должно выделяться и гамма-излучение, которое за десятки экспериментов не было обнаружено, так что теоретическое обоснование этой реакции остается вопросом открытым. Проводили расчеты, которые позволяют сопоставить эффективность этого реактора Росси с атомными электростанциями. Для выработки одного и того же количества электроэнергии на атомной электростанции с реактором типа ВВР-1000 нужно 6 тонн урана в стержневых сборках, а в случае с реактором Росси 17 тонн топливной смеси никель плюс алюмигидрид лития. Но при его цене 68,5 долларов за килограмм он получается в 40 раз дешевле, чем топливо для атомной электростанции. И реактор полностью безопасен, и отработанное топливо не нужно хранить в отдельных зданиях-могильниках. Стоимость, произведенной на крупном реакторе электроэнергии, составит 0,14 цента за каждый киловатт-час, по современному курсу 1 рубль за киловатт. Преимущество этого метода в том, что реактор Росси не обязательно делать размером с атомную электростанцию, а значит стоимость электроэнергии может быть еще ниже. Установка может быть и размером с чемоданчик, который приспосабливается для отопления дома и для выработки электроэнергии в небольшой паровой турбине. Нужно только вывести реактор на рабочую температуру, запитать его и создать циркуляцию воды. Далее он может перейти в режим самозапитки. Вот еще одна технология – реактор Пантане, работающий на смеси воды и бензина. Все знают, что КПД бензинового двигателя внутреннего сгорания составляет 20-25%. За последние 20 лет инженеры увеличили этот показатель незначительно. Революции здесь не получится, так как потери не исключить из конструкции самого двигателя внутреннего сгорания. Изобретатели пытаются применить новую геометрию трущихся частей, смазывающих масел на синтетических эластомерах последнего поколения. Но вот как тепло от сгорания топлива использовать, догадаться не могут. Максимум это использует поток в турбинах для турбонаддува, для увеличения мощности двигателя. Но не для увеличения его КПД. КПД дизельного двигателя выше. Дизель с турбонаддувом обладает КПД до 53%. А все потому, что в дизеле меньше теряется тепла. Большая часть топлива преобразуется именно в механическую энергию. В результате он меньше греется. Что зимой в северном климате не есть хорошо. Оказывается, уже около 40 лет существует технология, вернее сказать, простая доработка для ДВС, позволяющая использовать тепловую энергию отработанных газов для преобразования смесей в топливо. Да, и это не шутка. Энергия отработанных газов якобы преобразует смесь 70% воды и 25% топлива в топливно-воздушную смесь, которая подается в ДВС и повышает его КПД, уменьшая расход топлива, так как в образовавшемся объеме задействованы продукты разложения воды. Революционная доработка двигателя для экономии топлива называется реактор-пантане или джит-реактор. Работает он так. Отработанные газы из выпускного коллектора переключают на реактор. Они нагревают реактор минимум до 500 градусов, бывает и до 1000. Далее испаряют смесь воды и топлива из герметичной емкости. Топливная смесь попадает в реактор, и там вода распадается до водорода и кислорода. Такая реакция действительно идет. Далее водород вступает в реакцию с топливом, увеличивая водородные связи и в смеси с кислородом поступает в камеру сгорания ДВС. Получается, благодаря тепловой энергии отработанных газов синтезируется полноценное топливо и смеси воды и топлива. КПД увеличивается на многие десятки процентов, здесь нет никакой фантастики или фейка из темы вечных двигателей. Это и есть химия, объединенная с физикой, использование тепловой энергии выхлопных газов для синтеза топлива. Использовать в качестве 25% топлива можно что угодно, растворители, сырую нефть. Но смысл будет только в увеличении КПД и получении экономии топлива. Разумеется, это не двигатель на чистой воде. Тут мы видим пример бензопарогенератора на 600 Вт с двигателем Хонда 78 кубических сантиметров. Какова его эффективность с такой доработкой? Сделаем несложный подсчет. Для производства 1 кВт-часа электроэнергии бензогенератор затрачивает 350 мл топлива. Значит, этот с номинальной нагрузкой 500 Вт будет потреблять бензина примерно в 10 раз меньше из расчета воды и топлива 1 к 3. Это 3 рубля 60 копеек за киловатт энергии. Неплохо, если электроэнергии нет в каком-то месте, допустим, в удаленных районах, на рыбалке и т.д. Особенность работы двигателя – его нужно запускать в обычном режиме, на обычном бензине, прогревать реактор 10-20 минут, а потом переключать на смесь воды и топлива. В выхлопных газах двигателя, работающих с реактором Пантане, меньше угарного газа и больше кислорода, он экологичнее. Топливо сгорает полностью, так как избыток кислорода и двигатель даже выделяет его. Это не единственное воплощение западного изобретателя и его последователей. Опробован жид-реактор на многих двигателях внутреннего сгорания. Там же на сайте размещено множество десятков и других примеров установки реактора Пантане на различные двигатели. Это сделано в период с 2000 по 2011 годы. В том числе на мощных дизель-генераторах, на тракторах, мотоциклах и автомобилях. Что-то, возможно, работает в Европе и сейчас. Там же есть сканы различных заметок и публикаций в журналах. Но потом позже сайт перестали наполнять. Изучая эту технологию, трудно сказать, что это фейк. В YouTube много роликов, где показана работа двигателя с жид-реактором. Разработка есть, но ее не оценили и не заметили. Не дали хода. Вопрос, почему на эту разработку не обратили внимания? Она же экономит топливо, намного повышает КПД. Но все мы должны понимать, что топливо нужно не экономить, а потреблять. Ответ понятен. Также в YouTube есть мнение, что он работает, но никакой экономии этот двигатель с реактором пантаны не дает. А тем более не работает под нагрузкой. И даже приводят примеры, как он начинает захлебываться и не может дать мощности. Но если установка рабочая, допустим, ее просто нужно отрегулировать, настроить. Понятно, что есть масса любителей, которые так и не смогли добиться эффекта. Надо же понимать принцип этой технологии и иметь инженерное образование. В чем эта разработка может быть выгодно простому дачнику, строителю или деревенскому жителю? Если у вас есть мотоблок, бензогенератор, бензокосилка, трактор, то собрав и установив реактор пантане для своей техники, получаем экономию топлива, ну или по-другому увеличение КПД.